Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я снова впадаю. Сегодня, наверное, самый холодный день, который выдался, и я снимала сегодня стрит-стайл. Покажу вам новые витрины. Меня уже об этом просили. Пожалуйста, это новая витрина Твинсет. Она мне очень понравилась. В особенности мне понравилась обувь, а также этот свитер. Но у меня создалось ощущение, что это перевернутый задом наперед самый обычный кардиган. Меня часто просят показать самых обычных людей, и сегодня я была основана на автобусной остановке, и я покажу вам людей с автобусной остановки. Но я решила сегодня отправиться на рынок, потому что это интересно, это захватывающе, но самое главное, это просто находка для любого, кто охотится за стрит-стайлом, потому что итальянки, хорошо одеты, итальянки настолько были увлечены тем, что они могут купить и найти на рынке, что совершенно не обращали на меня никакого внимания. Я сегодня снимала очень и очень легко, и, признаться, больше я получила негодование со стороны продавцов. Они постоянно меня спрашивали, а что вы снимаете, зачем вы фотографируете? На что я отвечала, что я фотографирую пальто для сестры, какую-то майку, либо кофту для своей подруги хочу показать, и тогда, в общем-то, мне разрешали снимать, поэтому сегодня я сняла очень и очень много. Посмотрите, как хорошо одеты итальянки, они очень любят рынок, они посещают его, как я любила говорить и рассказывала, копаются во всех этих развалах, я сама люблю это делать. Давайте посмотрим, что продается на рынке. Итак, на рынке я сегодня встретила большое количество вот таких пальто а-ля Тедди, Чебурашка, а также большое количество искусственных шут, которые мне действительно понравились. Они хорошо сделаны, аккуратно сделаны, и есть любые цвета. Мне очень понравились белые, мне очень понравились бежевые. Мне также понравилась вот такая, даже не знаю, как назвать, блуза, наверное. Обратите внимание, что такие пальто есть очень часто, я уже показывала в витринах магазинов, вот такие пальто из такой ткани, она очень хорошо драпируется. Ну что ж, мы снова видим итальянок, которые что-то выбирают. Поверьте мне, я встретилась сегодня действительно большое количество именно хорошо одетых итальянок, конкретно у развала, который я вам сейчас показываю. Действительно, всевозможных цветов пальто, а также искусственные шубы. Кстати, это одна из причин, почему стоит заглядывать на рынки, если они есть в вашем городе. Очень часто в магазинах просто нет такого выбора, как в данном случае выбора цветов. Одна и та же модель и все возможные цвета. Те, что я вам показываю, это не все цвета. С другой стороны, просто было очень неудобно снимать, очень-очень узкий проход. Прекрасный крой. Я много раз уже говорила, что у меня есть ощущение, что все вариации на тему классики Max Mara Teddy гораздо более удачные, чем сама, в общем-то, классическая вариация пальто, иконического пальто Teddy, потому что они скроены, но очень-очень овер, и действительно есть такой избыток ткани, который не позволяет, на мой взгляд, даже самым худым, самым стройным и высоким выглядеть в этом пальто хорошо. Посмотрите, как хорошо действительно одеваются итальянки, когда идут на рынок. Так, раньше для меня это было удивительно, мне это бросалось в глаза, теперь же я понимаю, что рынок – это просто рынок, супермаркет – это просто супермаркет, и на самом деле важна сама жизнь и наши повседневные дела, то, как мы себя ощущаем в той одежде, которую мы надеваем. А куда мы ее надеваем? На выход, на парад, на ужин, на обед – это совершенно не важно. Либо вот так на рынок, как делают итальянки. Только что я показала вам пальто, точнее, платье в пайетках. Прекрасно сделано это платье, мне дали его подержать в руках. Кстати, когда я снимала это пальто, настоятельно спрашивали, зачем же я его снимаю, куда я потом буду размещать фотографии. Посмотрите, какое красивое пальто. 60 евро, уверена, что можно было бы торговаться. И действительно, стритстайлерский вариант. Хотя, наверное, ткань даже не имеет каких-то натуральных волокон. Но очень часто для нас женщин, для нас женщин это не так важно. Подхожу к другому развалу, к другому стенду. И снова, снова вот такие искусственные шубы. Эта искусственная шуба была сделана очень хорошо. Это китайский развал. И стоила такая шуба, вот подобную шубу мы видим на девушке. Она стоила 40 евро. Но можно было еще попросить скидку. Потому что мне сказали «да сконтары», что дословно означает «да», еще можно сделать скидку. Поэтому вот эта шуба потрясающе была сделана. Мне хотелось примерить, но было очень холодно. Я также увидела огромное количество жилетов сегодня и рассказывала, что итальянки любят такие жилеты и носят их, как правило, да, либо из искусственного меха, либо из натурального. Натуральный мех. 350 евро. И это норка. И хочу сказать, модели, две модели вот таких жакетов из норки, по-другому не могу назвать, были очень красивые. Единственное, что когда я потрогала само изделие, оно очень плотное, очень жесткое. Я на самом деле не разбираюсь в мехах. Но мне кажется, что это показатель того, что, конечно, не очень качественная выделка меха. Но вот этот коричневый жилет, он, точнее, не жилет, а жакет, он тоже стоил 350 евро. Мне кажется, просто находка. Это натуральная, вот на рукаве у него ценник, натуральная норка и 350 евро. И, возможно, отдадут за 340, почему бы нет. Были также другие модели, они были менее удачны. Но вот эти два, темно-коричневый и светло-коричневый, были скроены просто потрясающе. Такая модель подойдет большинству из нас. Сегодня я обратила внимание, что вот такая норка коричневая, ну и вообще любого цвета на самом деле, потрясающе смотрится с белыми брюками. И это пример замкнутого образа. Посмотрите, цвет жакета совпадает полностью с цветом обуви. Но замыкать образ можно и верхним слоем. Опять же, пример замкнутого образа и снова белые брюки. Очень-очень красиво. Обратите внимание на белые брюки, как на них обратила я, потому что для меня, повторюсь, это находка этого зимнего сезона. Раньше в белых брюках я чувствовала себя маляром. В белых брюках и белом свитере я себя ощущала маляром вдвойне. А если я накидывала, как делала уже в прошлом году и показывала в этом свое пальто Тедди, то, в общем-то, я вообще себя очень странно ощущала. В то время, как в этом году мне очень нравится именно такая компоновка. Белый свитер, белые брюки. Ну и поверх уже можно делать вариации разные с верхней одеждой. Можно, на самом деле, выбирать любую верхнюю одежду. Это может быть пальто, это может быть пальто Тедди, чебурашка, это может быть шуба. Все смотрится очень-очень хорошо. Это то, о чем я часто говорю. Сегодняшняя мода, к счастью для нас, очень и очень лояльна. То, что было непривычно вчера, то, что резало глаз вчера, сегодня миксуется, компонуется и носится с удовольствием. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Этот сеньор уже неоднократно мне позировал. Сегодня я не стала его беспокоить. Он всегда одет безупречно. Он стопроцентный стритстайлер. А это сеньора одета в знаменитое пальто Максмара Мануэлла. Пока я включала свою камеру, сеньора уже обернулась ко мне спиной. И это, кстати, тоже пальто Максмара. Часто зрители негодуют, почему я снимаю одних и тех же людей и в свой монтаж вставляю одних и тех же людей. У меня просто есть свои предпочтения. Есть люди, есть стиль, который мне нравится в особенности. И мало кто из итальянок может себе позволить аутентичное пальто Максмара. Поэтому, в общем-то, это пальто я несколько раз вставляла, не говоря уже о том, что сам образ очень и очень красивый. И это новая коллекция, которая, возможно, даже пошла на скидку. В этом году был предложен такой цвет. И это знаменитая «Тедди», но только в укороченном варианте. Что ж, завершить сегодняшнее видео я хочу витрины снова «Двинсет», а также витрины магазина «Пинку». Традиционно очень удачные у них витрины. И хочу показать вам вот такой плащ-накидку. Они очень популярны. Мне очень нравится ремень. И также сумка очень популярна. Часто я ее вижу на стритстайле. Пальто стоило 490 евро. Сейчас со скидкой стоит 245 евро. И эта витрина привлекла меня прежде всего вот такой обувью. Эта зимняя коллекция, она пойдет на скидки. Точнее, она уже на скидках. В то время как витрина «Твинсета», я вам показала, белая витрина, это уже новая коллекция. Это значит, что это тренд и это нам предлагают носить. Этот образ понравился мне в особенности. Я много раз говорила в своих видео про деним, про джинсы, что черный деним, здесь, правда, черный деним с подтертостями, я же люблю именно черный деним, очень хорошо со всем сочетается. Обратите внимание. И в ближайшем видео я покажу вам образ мужской, с мужской витрины, где будет черная рубашка, черная джинсовая рубашка, черный деним, очень и очень хорошо сочетается. Ну что ж, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем выглядеть классно, стильно, хорошо, прежде всего, когда этого хочется. Увидимся очень скоро.